так что у нас тут коммуникации это маленький люк для обслуживания антенны так здесь тоже что-то лежит можно прочитать записка от инженера обслуживавшего антенну прочтете записку конечно в результате сегодняшнего эксперимента может произойти сильная магнитная буря поэтому департамент связи закроется в 1800 в это время антенна будет временно свернута чтобы подготовиться к этому проверьте шкаф с оружием в комнате отдыха его можно открыть комбинацией 8159 недавно сюда были назначены новые охранники и они почти все не умеют пользоваться устройством cdk вот некоторые моменты не отображенные в инструкции убедитесь в том что обслуживающий персонал ознакомился с этой важной информацией после того как вы установите cdk устройство открывающий дверной замок вам будет предложено ввести пароль затем вам нужно обработать код используя правило стирания сотрите ключевые буквы чтобы получить правильный код попробуйте это вставить cdk в устройство управления дверным замком например если код да и бы него ключ а б в то в этом случае правильный пароль будет дина ну то есть видите здесь как бы по типу взаимоисключения до ключ исключаешь из кода и остаются правильные буквы но ведь этого мы не могли прочитать когда мы с лёхой проходили игру на японо-русско-английском то есть все заставки у нас были на английском а нет на русском английский у нас кое где был по моему в меню только название менюшем были на английском так 8139 здесь был кода по моему а 8159 вот давайте запишем это дело вот я говорю тетрадочка она нужна и у меня детстве была тетрадка она служила таким кодом я туда на все игры все записывал но вот к сожалению и потерял так здесь по моему закрыта у нас дверь вот это да с обратной стороны так этот код у нас с оружейной и там насколько я помню так а вот оружейная у нас туля на внизу отдыха так чё денег ушел отсюда что ли или он опять уснул хорошо так давайте снова зайдем сюда а это бар не знаю я вот не помню куда этот код да чтоб тебя он же спал так восемьдесят один пятьдесят девять да но так у нас здесь прокачка пистолет этим можно переделать пистолет в глок 35 ну то бишь это улучшение так так все до улучшили мы наш пистолет особый пистолет теперь так теперь надо проскочить мимо денег а постараться так проскочили хорошо теперь сваливаем отсюда пока нам здесь больше делать нечего но он опять же наверно выскочит так что у нас есть чего у нас нету cdk cdk х и x нам нужен нужна вторая чего часть коридору в супруге так здесь у нас динозавр так вот этого наверно придется замочить парня так обо что он там бьется не понял так подожди нет я не понял что он там ударился так давайте вольнем парнишка крепкие ребята крепкие очень крепкие ребята так есть по моему парнишка скончался надеюсь по крайней мере на это да уже крови значит готов так обо что же ты здесь у нас бился а странно он явно был не за ней а перед ней все равно бился рожей в лазеры так раздевалка здесь тоже что-то интересное у нас должно быть так вот cdk тоже х так вот два есть так а чё у нас это это лео у нас так здесь еще записка журнал охранника сегодняшняя дата видите все даты очень свежие но почему-то никого нету почему же сегодня перед экспериментом шеф и доктор кирк будут встречаться в баре на втором этаже в 13 00 те кто будут нести охрану в это время должны уделить особое внимание области перед комнатой шефа и окружающие ее территории перед тем как занять позицию не забудьте запастись амуницией в оружейной комнате доступ к оружию в комнате обеспечивается введением кода 04 26 записываем 04 26 так это предыдущий у нас был бар комната на это оружейная она же комната отдыха так я по ходу дела все это записываю так также мы получили информацию что шпионы недавно проникли в помещение если что-то случится вы можете войти в комнаты шефа и профессора чтобы проверить все ли в порядке вы найдете диск содержащий информацию необходимую для проникновения в их комнаты наверху шкафчика это вся информация на текущий момент но мы его уже взяли соответственно это у нас от комнаты шефа ничего нужного да как же ничего нужного если ты не открываешь те даже шкафчики о снотворный дротик успевать с первого выстрела действует недолго ну то есть он еще слаб слабоват так хорошо у нас пока нету ничего больше так ну собственно все пока идем старый плакат насколько здесь можно смотреть к конечно графика не особо ну тут девушки полуобнаженные полуобнаженные так выходим блин и как же понятно что сейчас смешно графика конечно устарела но тогда когда мы были еще неокрепшими морально что ли неокрепший подростковый ум дорисовывал все это дело и блин регина особенно когда вот она так отдельно ну двери здесь открываются показывают ее сзади ох интересные ракурсы в общем так здесь у нас код 0 4 26 вводим так отлично что у нас тут написано главный вход а это у нас от большой двери которая в холле в большом хотите взять оживление вот еще одно оживление видите нам дали то мы потратили тут видимо так рассчитано что мы тоже потратили чтобы создать ядовитый дротик но так сначала так нам сюда нет пока не будем сохраняться хотя при первом прохождении тут допетрить до вот этой системы смешивания очень сложно очень сложно и да даже при втором но опять же повторюсь в наши времена в наше детство у нас сложности были помимо того что сами загадки достаточно сложный во времена тех игр были так еще у нас усложнялось тем что мы не пойми в какие версии играли хорошо если она просто ну как переведена была криво а то даже некоторые игры не запускались так рж патроны это для дробовика у нас патрончики отлично отлично можно взять теперь дробаш и экипировать сюда вот видите для него и дротики патроны и собственно сама дробь так и что же у нас тут еще один cdk в оригинале он назывался ddk ddk disk h но это уже следующий так что у нас тут файл персональных изменений прочтете конечно персональные изменения исследователей страница отдел эксперимент экспериментальная комната специализированных самолетов новое отделение 3 лаборатория энергетической физики регистрационный номер 57036 имя марк дойл записываем и значит эту цифру 57036 и имя марк дойл дальше понадобится дальше это нам все понадобится однозначно так так потому что мы возьмем одну такую штучечку там еще что то есть хотите взять снотворное ухта чуть было не прошел мимо так все остались только рука и верх тела вот кстати то что осталось рука это хорошо нам это в дальнейшем поможет так заходим обратно теперь наш путь держит на второй этаж у нас есть DDK да и конечно с прохождением динокризиса было очень много сложностей но мне это и нравится что тут очень много головоломок тут их даже больше чем ой парняга блин завалить бы тебя ну ладно пока он нам в принципе не особо мешает просмотреть cdk да так вот у нас первая головоломка как раз таки помните нам объясняли как она действует то есть внизу ключ вверху сам код и вот нам нужно исключить то что внизу из того что вверху здесь еще видите чем усложняется в русской версии что здесь вроде бы как переведено код и ключ а клавиатура английская то есть тут всегда в кодах осмысленные слова то есть не просто набор букв а всегда какое-то понятие или слово и здесь у нас на самом деле ну вот если мы эту всю билиберду переведем в английский язык вот видите тут ну б б понятно но видите схоже а вот например третья буква л русская она на самом деле ф да вот и с этим сложности в общем слово здесь head на самом деле если все это вычесть и тогда мы на английском языке пишем слово head я перед тем как проходить дина кризис собственно почему я его с одной стороны начал проходить двух человек посмотрел и ни один из них не объяснял как он находит коды и это очень плохо так ух ты первый выживший человек вы спасатели да я и спасатель но некотором роде где можно найти доктора кирка кирк этот критин что он еще замышляет о чем это вы вот возьмите для чего это я я не знаю мне сказали это очень важно только нашли а вот еще одну видите такую эмблемку нашли это панель открывающий электронный замок здесь sol написано ключ панели 1 и вот продолжу свою мысль то есть никто из играющих толком не объяснял как он пароль это получает то есть просто вот раз диди кей вставляет и хоп хоп ну и здесь не только с диди кеями вот сейчас кстати у нас будет головоломка так еще патроны отлично и кстати это наталкивает на мысль что нам суют патроны обычно это в таких играх перед схватками какими-то здесь представлены различные миниатюры в основном оружие вот сейчас будет самая затычная для меня головоломка во всем динокризисе но опять же попрошу делать скидку что мы играли в японскую версию и мы не могли читать все эти файлы документы которые ну подсказками до всего мы с лёхой сами допирали и вот времени прошло до тех пор пока мы отгадали вот эту загадку так еще один диск ввода видите аж кодовый как мы отгадали вот эту загадку ну несколько месяцев точно это ушло на нас у нас на это маленькие объекты аккуратно сложены вот и проходимцы которых я смотрел они тоже не объяснили меня это взбесило то есть если ты проходишь уже игру ты и так все коды светишь типа может они думают что ну тем самым оставляют какую-то загадку там для тех кто будет дальше проходить но нет ты не оставляешь что и так вводишь все пароли и цифры фишка здесь в чем я как вам говорил все записывал в тетрадку я тетрадку записал вот эти символы видите на них написано sol и на второй написано так нет пока не надо и на второй написано у нас лео я их записал я мы с лёхой пытались переводить вот эти буквы цифры ну то есть нумерацию букв этих в алфавите английском получать из этого какие-то цифры но не получалось у нас все равно ну то есть не могли мы допетрить что здесь нужно и потом спустя много месяцев я сидел с тетрадкой она у меня лежала на коленях я сидел перед телевизором на стуле и что-то я как-то в общем повернулся так и у меня тетрадка просто упала упала и перевернулась и как раз она была на странице с динокризисом естественно и там были вот эти вот буквы sol и лео и я именно вот так их написал как они здесь и блин меня как молнии просто поразило ребята я тут же вот тогда еще не было сотовых я уверен я если были бы сотовые я сразу бы набрал лёху и заорал ему я прошел эту головоломку чертову это не sol и лео это 705 037 705 037 черт возьми как мы были рады это вообще это ну просто я не знаю с чем это вот сейчас можно сравнить когда ты уже взрослый там не знаю с получением зарплаты наверное или премии какой-нибудь это просто было и вот этого вот никто не объясняет меня это выбесило просто так в левую по моему на так дальше что никто вот этого не объясняет откуда он взял эти цифры как они ему попались на глаза что это вообще просто меня бомбит когда я смотрю прохождение день на кризис и поэтому мое прохождение думаю будет отличаться от прохождений тех которые есть на российском ютубе я буду все объяснять все что знаю вот я постараюсь вам объяснить потому что ну на собственной шкуре все пройдено с лёхой мы сами до всего допетривали никаких интернетов тогда естественно не было вот шесть цифр вот они на ней написано буква л не могли мы конечно заполучить очень долго вот эту карточку и рано или поздно мы всегда втыкались башкой в закрытую дверь ой 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 вот это да вот это махина ай ой ой ты чё ну иди ты же съел его сейчас здесь могут заваншотить просто он ваншотит предупреждаю по моему нужно 4 патрона всего да сейчас он отступит но естественно мы его только по щекотали ему это так да да очень круто блин вот чем и хорош ой не резидент динокризис что вот он позволяет все вот эти вот ракурсы переходы плавные камеры блин очень круто он конечно и именно мне нравится первый динокризис потому что он гораздо более атмосферный более выдержан в жанре хоррор так шесть патронов еще у нас шесть семь снотворных этих так теперь нам нужно снова вниз так здесь у нас денег напоминаю классная игруха загадки нетривиальные абсолютно сложнее даже сказал чем в резиденте и именно это мне и нравится что здесь как бы геймплей перемежается с загадками экшеном головоломками ну и некой беготнёй так вот рик еще что-то похожее на человека это должно быть где-то поблизости от передней части тренировочного зала так что сначала посмотрите там ага так передней части тренировочного зала ну хорошо нам все равно нужно открывать эту дверь у нас как раз есть диди кейт нее так там у нас все пока закрыто применяем очередной диди кейт ой по привычке называю диди кейт ну cdк в нашем случае так а так 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 головоломка только видите она усложнена у нас тем что здесь аж 4 теперь строчки но тем не менее алгоритм абсолютно точно такой же вот у нас внизу дан ключ и из каждой строчки по буквенно мы исключаем вот эти все а б д л б н сначала из первых том и 2 из 3 и по порядку то что те буквы останутся их потом вводим сюда ну естественно на русском это получается билиберда полная но на английском у нас получается следующая комбинация new new камер так где у нас потерял я оси new камер а в русском ведь получилось и и use smg и и smash капец так вот звук нам говорит что у нас все получилось ну и заходим так прислушиваемся нет ли здесь денег нет денег нет слава богу так что-то лежит а штепсель как раз лежит причем лежит же под штепселем точнее под ящиком и лежит это коробка используется для наблюдения за людьми в лифте но видимо это не коробка какой-то наблюдательный пункт все-таки так здесь у нас очередной погибший доктор и исследователь он одет в белое следователь наверное так и ничего у него нету да ничего мы не берем так это у нас карта электронная прикольно тоже сделано на плане показаны карты этажей 1 2 записать данные карт конечно записать чего спрашиваете данные записаны можете посмотреть на них на экране карты посмотрим полюбопытствуем так вот у нас и нарисовалась все что здесь есть в этом здании комплекса исследовательского вот видите тут отрисовались еще две комнатки небольших но в них мы еще пойдем достаточно нескоро так нам надо собственно говоря попасть вот в ту красную мигающую так здесь достаточно сложно определить где ты находишься тут вот видите дан компас такой сейчас мы смотрим на север соответственно вот в сторону той двери мы смотрим так лифты у нас тоже пока нужна карта айди карта но у нас ее пока нету так эта штука у нас тоже сдвигается так медпак цену медпакция тоже достаточно вещь такая нужная мощная так давайте откроем красный ящик как я говорил здесь боеприпасы должны быть штепсель используем да здесь у нас видите 10 патронов рж так дротик яд видите обалденно давайте наш дротик яд пока тоже сюда положим он нам пока не нужен так нет что-то не то выложил патроны нам нужны а вот дротик яд мы выложим нас уже их два возьмем ускоритель может быть сейчас получится собрать еще один ядовитый дротик и здесь видите вот доступ здесь пока один у нас красный открыт здесь если откроем еще красный они здесь список будет то есть можно будет между красными ящиками перемещаться так два дротика отлично выходим пока давайте с комбинем чего-нибудь снотворное у нас есть отлично так если его с комбинить вот с этим делом а отлично у нас появится так сразу четыре дротика b++ отлично успеет с первого выстрела действует долго и тогда мы берем вот этот и оживление вот она у нас и у нас готов еще один смертоносный дротик боеголовка пропитана смертоносным ядом отлично отлично вот при первом прохождении знать будут это все и конечно было бы гораздо легче так окей так что у нас тут осталось ускоритель медпак но медпак тоже нам нужен мало ли нас покоцают ускоритель ладно все пока ставим если что что-то еще с комбини между собой остальные двери у нас здесь а вот мы открыли дверь так подождите что-то я да в коридор все правильно открыли дверь в коридор так идем лекционная здесь происходили лекции у нас здесь уже рик постарался открыл ой так что у нас тут офис что же за офис у нас тут такой ой 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 так ну тебя нафиг парень так чё у нас тут собственно говоря есть у нас есть компьютер устройство которое может перезаписать данные найди карте персонал 1 2 и 1 бункерного этажей зарегистрировали свои айди карты в этом терминале чтобы перезаписать данные вам нужно найди карта но у нас ее нету как вы понимаете сами ух ты какой а ой 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 в догонял очки поиграем с тобой парня а у даже так ладно придется тебя завалить к чертям потому что мы сюда будем приходить и приходить еще не один раз так и добьем у тебя с пистолета так лишний выстрел сделал так истекай кровью зараза такая так крови теперь по моему истекаем мы файл содержит заметки о персонале про чуть файл конечно ой блин английском три года прошло с трагедии с ужасной новый стабилизатор будет проверен сегодня проведен эксперимент по стабилизатору три года назад третья энергия уничтожила завод и убила множество людей 150 человек угу только из-за одного инцидента чтобы предотвратить ну в общем возникновение повторного инцидента мы предприняли все возможные меры предосторожности еще одна вещь кто-то использовал терминал в этой комнате и забыл стереть поддельный айди и в общем понятно что он получил не авторизованный вход кто это был типа непонятно сегодня мы собираемся встретиться в комнате стратегий судить проблемы в этом случае персонал должен получить защиту а должен защитить терминал в общем этот чтобы больше никто видимо не смог несанкционированно ввести все кто покидают эту комнату должны закрывать в общем дверь чтобы никто не смог попасть сюда так я вот не пойму стекаем и кровью или нет давайте посмотрим нет а истекаем немножко на чуть-чуть сочится так ладно что у нас есть особо ничего нету так в принципе не так уж сильно записка на доске объявлений хотите прочитать до перемена персональных документов для этого индивидуума еще не производилась пол бейкер страница 1123 отдел экспериментальная комната специальных самолетов ну чё то это бред какой таких специальных самолетов новое дело экспериментальная комната 3 стабилизатора энергии регистрационный номер 58 104 имя пол бейкер тоже записываем это это еще один личный номер человека сотрудника компании него зовут пол бейкер и у него личный номер вот такой поэтому обязательно записываем это нам пригодится в дальнейшем так здесь у нас телефон этот телефон покрывает всю территорию помощи хотите вызвать на связь следователя пола видимо этого пола бейкера ну давайте попробуем так никто не отвечает если вы нажмете кнопку охолд телефон будет дозваниваться автоматически сменить трубку после того как снимите трубку после того как нажмете кнопку холд да давайте нажмем ладно вызов идет доктору полу бейкеру так дверь открыта и куда же мы ее открыли так в коридор коридор в коридор ага так нет туда мы пока не пойдем так давайте все таки вернемся в ту комнату куда нас зовут так здесь мы зашли раз у нас тут по моему еще один денег должен резко появиться да вот он так тут можно вот как-то так еще сделать а его это не убило так нет так давайте еще раз жахнем так диригина уже за плечо держится ой 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 плохо так ладно лечимся не получилось слишком что-то какой-то легенький у нас получился ах ты гад гаденыш вставай 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 дорогая так заходим собственно в лиционную куда нас и звали так мы продолжаем покровоточить это кстати может быть некой проблемой так вот ключ у нас тут есть комната запасного генератора п-1 хорошо вот так вот это я помню кстати говоря ах ты гад это такой типа quick time event но тут еще не написано на какую кнопку жать поэтому жмешь на все подряд отлично вот и гейл появился это не ящерица это динозавр динозавр послушаю здесь действительно что-то не так все задание пошло на берег осяк на поле боя всегда нелегко и неважно с кем ты или чем ты сражаешься что-нибудь слышно про доктора ну достаточно если честно странный тут ну по крайней мере этот диалог действительно был странный гейл исчез непонятно откуда точнее понятно откуда непонятно как он оказался так чудес больше ничего нету ничего не объяснил такой типом странный конечно очень странный так ну окей здесь в принципе все что мы хотели мы все сделали так давайте возьмем снова в руки дробаш 13 патронов так выходим здесь у нас опять денег естественно ай-яй-яй-яй-яй какой тут я сейчас столько коцел этим ой как нас сильно по коцель очень сильно по коцелам гаденыш так мне интересно сдох он или нет добьем его если чё с этого кровь не вылез не вытекла так вот теперь то точно сдох так штепсель хорошо так возьмем дробашь снова так и давайте наверно на этом серию закончим и встретимся в следующей серии спасибо большое за просмотр подписывайтесь ставьте лайки комментируйте делитесь своими впечатлениями о том как вы может быть играли в динокризис ну и увидимся в следующей серии с вами был скудер всем пока пока пока